Продолжение следует... 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 Управление проектами – это такая дисциплина, которую, в общем, откровенно, надо сказать, не считают только лилий. То есть очень много людей, которые ее считают, но они либо вот такое педагогическое чисто понимание вкладывают. И мне это не нравится, потому что я вкладываю профессиональное понимание, что это не только совместная деятельность, но это конкретный результат, сроки, ответственность, бюджет и так далее. То, чего в педагогии, как правило, не делают, по понятным причинам. А второй момент, что много преподавателей, есть вторая такая большая прослойка преподавателей, которые делают следующее. Они идут куда-нибудь в профессиональную организацию, получают сертификат какой-нибудь там, BMI, BMA, там еще что-то, изучают там профессиональные стандарты и начинают в рамках этого профессионального стандарта фактически считать профессиональный стандарт, это тоже плохо. Потому что ти ценность профессиональных стандартах в любом абсолютно профессиональном стандарте говорится, что это не lobma, и что если в профессиональном стандарте прописана вот такая процедура, то это не значит, что ее надо обязательным выполнять. Иногда там может быть лишней, избыточной там и совсем не обязательно выполнять. Ну, а они, так сказать, продолжают транслировать этот профессиональный стандарт. И, собственно, вот это меня натолкнуло на такую идею, чтобы у вас сделать курс, который называется «Школа проектного вымышления». Особенности курса, они заключаются в том, что человек должен постараться понять, то есть я ему должен постараться донести, зачем он должен что-то делать. И если он будет понимать основные принципы и будет понимать, зачем что-то делать, то он уже тогда даже сам разберется и в профессиональных стандартах, и в программных программах. Поэтому вот такая была идея. Курс начинается с презентации курса. Дальше прописаны критерии окончания курса и компетенции. Я подокрою эту вкладочку. Еще одна важная идея, которая у меня была при создании этого курса, что мы должны отделить объем работы, которую человек затрачивает, от тех компетенций, которые получают. Я потом немножко подробнее расскажу про компетенции, которые были положены в основу этого курса. Ну, здесь вот критерия окончания курса и компетенции. Максимальное количество за 100 баллов, но оно показывает трудоемкость. Надо просто выполнить все задания, которые там есть. А компетенции, компетенции отдельные вопросы. Мы тут с вами, Великолай, долго всяко раз беседовали на эту тему. Я посмотрел, когда компетенции, которые у нас есть в Вузе, ну, я не буду вообще тут ничего говорить, потому что это такая профанация. Дело в том, что, понимаете, само понятие компетенции, оно пришло к нам из западной практики. И, соответственно, мы пытаемся, наши теоретики там пытаются какой-то вложить в гибель свой смысл, и получается, в общем, как очевидно выгодно, получается то, что получается. Поэтому лучше сразу взять те исходные понятия, которые были. Я придерживаюсь концепции и компетенции, которые изложены на книге «Спиринсера младшего» и «Спиринсера компетенции на работе». Почему я взял эту книжку? Когда я ее взял и прочитал, то на меня снизу слово «посветление». В том плане, что я понял, что такое компетенции, для чего они нужны. Это абсолютно такая строгая, объективная, и что для меня очень важно, как для человека с естественно научным образованием, поскольку я кандидат из мат наук, то еще и математически выверенная. Прямо математически выверенный алгоритм, по которому они вывели вот эти вот компетенции. И я не буду там рассказывать полностью их концепцию, это достаточно интересно. Ну, она меня вот абсолютно убедила. Я, собственно, взял компетенции, которые есть у них. Да, видно, четыре компетенции. Хорошо. Вот это воздействие и влияние, то есть, по-простому говоря, способность переубедить человека, ориентация на достижение, командная работа и сотрудничество и аналитическое мышление. И второй важный факт. У нас вузовские бы педагоги написали паспорт компетенции, написали бы там уровень, как это там пишутся, продвинутый, базовый продвинутый, там еще какой-то, вот, и стали бы, конечно, студента тянуть на максимальный уровень компетенции. Хотя, вот, как коммуникации говорят, это в принципе неправильно. Потому что большинству людей не нужен какой-то супервысокий уровень компетенции. Для большинства, для большинства типовых проектов достаточно среднего уровня. И гораздо лучше, если человек будет знать свой уровень и подберет какую-то работу под него, чем мы будем пытаться его как-то там обжать, обжать, выжать из него какой-то ближайший уровень. Это совершенно ни к чему. И в этом курсе так и сделано. отдельно, вот, количество баллов на неделю и отдельно компетенции обучаем. То есть, я активировал в самом начале, что сделаю, сертификат будет выдаваться о том, что он прошел курс и показал вот такой-то уровень владения компетенцией. Тут все основные идеи, которые заложены в этом курсе. А дальше уже пошла практика. Ну, интересно, как записаться на курс. В форуме я часто задаваю много вопросов. В учебнике было управление проектами. Это я когда-то написал, выложил в издательство Директ Медиа свои презентации в органе такого учебника и он там лежит. С чего начинается? Сделано, я сейчас немножко уменьшу в ваш штат. Во-первых, есть курс сделан в едином интерфейсе. У него есть единый интерфейс. Все занятия распланированы не по темам, а по неделям. Я тоже принципиально пошел на то, чтобы их не пропланировать не по темам, а по неделям, исходя из того, что если человек считает себя руководителем, хочет быть руководителем, то он должен уметь распоряжаться временем. Должен уметь завершать задание в срок и уметь этим временем распоряжаться. Поэтому все структурировано по неделям. Во-вторых, общий интерфейс какой? Здесь в каждом есть небольшой рисуночек, чтобы он оживлял текст. Сформулирована цель каждой недели, сформулировано задание на каждой неделе, сформулированы основные параметры, по которым заставляется оценка. И, больше того, все сроки, которые есть, вот здесь вот, у них не написано на условии выполнения. То есть, алиэция, которая называется компетенцией руководителя, в условии выполнения получить оценку. форум для самопрезентации. Я его сейчас открою в режиме редактирования, чтобы было понятно, как у меня настроены форумы. вот, накрываю настройки. Самопрезентация отличается тем, что здесь тип форума, на котором пользователь создает одну тему, и оценка ему ставится здесь. А оценка ему ставится на методика расчета, ставится по числу оценок, которые ему выставили на форуме. Это, опять же, связано с тем, что компетенцией, воздействием и оказанием влияния. То есть, я предполагал, что если человек какое-то сообщение отправил, которое, как эмоционально или эмоционально, либо по другим каким-то параметрам заделал остальных участников форума, то они напишут ему оценку поставят. По крайней мере, это говорит о том, что их сообщение не оставило равнодушным. И это как раз, вот с моей точки зрения, форма проявления вот этой компетенции воздействия и оказания влияния. И поэтому среди вот этих всех возможных сумма оценок минимальная, оценка максимальная, я взял число оценок. Считаю, что число оценок показывает степень влияния, которую имеет пользователь на форуме во время этой переписки. Следующее, все элементы, они типовые. Я их типовым образом программирую. Во-первых, типовым образом в каком плане? У меня стоит флажок «Отслеживать выполнение задания». И вот здесь, в низу выполнение реглимента курса, у меня стоит, здесь написано, что студент должен создать одного соцсетей, или студент, тут еще договор очень не стоит, но у всех остальных она есть, реглимент этот студент должен внести там один ответ. Для того, чтобы задание ему считалось выполненным. Это первое. Второе, вот еще раз вернемся к самопрезентации. Все оценки у меня сделаны по показателям. Сейчас покажу. Показатели – это все компетенции, которые есть. Вот я здесь сказал показатели и поставил флажки, что любое обсуждение, его можно рассматривать с точки зрения компетенции, воздействия и влияния, ориентация на застижение, командная работа – это инициатива. Ну, сама презентация, понятно, что это инициатива. Надо проведить инициативу для того, чтобы сделать. Для того, чтобы пообсуждать, нужна командная работа, ну и ориентация на застижение. То есть, вот эти вот все показатели, у меня их 5 штук, они типовые и фигурируют абсолютно во всех элементах курса. То есть, каждый элемент курса оценивается по 5 показателями. Вот здесь я покажу первую лекцию. в режиме редактирования настрою. Здесь тоже можно увидеть эти все показатели. Здесь она поставлена на все флажки, но потом в дальнейшем лекции я так не делаю, в основном я им ставлю лекции монолитическое мышление, ориентацию на застижение. И точно так же здесь вложу выполнение методов курса. И теперь есть элементы, которые не программируются. И я тоже покажу, как можно работать, как я работаю через систему показателей. Элементы, которые не программируются для того, чтобы их потом включить в общий журнал оценивания, и надо присвоить идентификатор. Вот я им присваиваю идентификатор и потом покажу, в каком месте этот идентификатор снова возникает. Вот это такая общая структура, структура каждого элемента. каждой недели курса, она очень-то типовая, я ее придерживаюсь во всех неделях. А сами недели разбиты следующим образом. Первая неделя тематически называется «Я руководитель». Здесь обсуждается компетенция руководителя. Здесь проводится сам анкета руководителя. То есть, тот, кто учится на курсе, он может провести самооценку своих качеств по типовой анкете, которая, опять же, взята из этой американской методики. Он должен провести самопрезентацию. И очень важным элементом, я считаю, у меня везде есть, стоят отчеты за первую неделю. Отчеты за любую неделю, вот здесь есть за первую неделю, за вторую и так далее. Это очень важное, с моей точки зрения, умение руководителя проекта. Оно ему пригодится, когда он будет реальным проектом руководить. Потому что он должен заставить своих исполнителей ежедневно и ежедневно ему отчитываться. По типовой форме. А для того, чтобы заставить своих исполнителей ему отчитываться, он должен уметь это делать сам. И вот этот отчет за первую неделю у меня представлен в форме реакции. Элемент используется реакция. Значит, здесь такое небольшое требование к содержанию. Что должно быть выполнено, что не выполнено на неделю, сколько потрачено времени на выполнение заданий. То есть, это такая рефлексия того, что было сделано за неделю, тех планов, на которые надо. И к нему прилагается вопрос в форме эссе. И вот в этом эссе предлагается ответить на эти вопросы, которые заданы. И вот такая процедура, она повторяется ежедневно отчетов за неделю. И каждая неделя этого курса заканчивается вот таким отчетом, который должен воспитывать в руководителе самодисциплину. Это примерно как отмыть посуду после завтрака. Не хочется, но надо. И предполагается, что вот этот навык руководитель потом перенесет на своих подчиненных. Так же точно их гонять, чтобы они делали отчеты по поводу проекта. Вторая неделя называется «Контекст. Основные понятия и термины». Значит, здесь также, вот я говорю, интерфейс здесь типовой. Отписанную цель. У меня подготовлен глоссарий, в который достаточно один раз заглянуть, чтобы получить оценку. И тест на знание определений. То есть, тест достаточно большой, там 6 вопросов. Вот я решил, чтобы сразу по полной программе включился. И потом эти результаты отсудить со своими коллегами на форуме. И потом, опять же, отчет за вторую неделю о том, что сделано. Вот. Третья неделя, неделя самая важная, потому что здесь предполагается написание концепции проекта. Опять же, для написания концепции проекта я использую типовой элемент, который называется «Лекция». Лекция у меня следующая. И у меня были в свое время в разрешении я получил шаблоны. Вернее, компания Microsoft когда-то рассказывала о своей методологии МСФ, для разработки проекта. Для разработки проекта. Вернее, компания нам предоставляла компания проектной документации. И вот я взял компания проектной документации и немножко его там подоправил. Вот. И у меня получился замечательный шаблон для написания концепции, который мне служит уже очень много лет, причем используется разными студентами, как архитекторами, экономистами, и на удивление хорошо работает. Поэтому я взял вот этот вот шаблон и вобновил его в формуле лекции. Здесь написано правило… А! Вернее, это еще не концепция, это правило постановки цели. Вначале руководителям ставили цель, формулировали цель своего проекта. А сформулировать цель своего проекта я считаю крайне важно, потому что это как у капитана в руке, или как арабно зовешь, так и поплывет. То есть, насколько четко сформулирована в голове у руководителя цель проекта и концепция, настолько удачно будет развиваться проект в будущем. Вот это тоже принципиальное такое убеждение. И поэтому на третьей неделе здесь есть лекция для формулирования целей проекта. Она вот здесь вот идет. В этой лекции описываются разные правила постановки целей, типичные ошибки. При переформулировании целей правила SMART как надо. А после этого происходит вот такая штука. Описывается, да, компетенции руководителя, которые нужны. И шаблон. Есть определенный шаблон. Я тоже его использую достаточно хорошо для студентов, они у меня. Вот и по этому шаблону предполагается написать цель. Это вопрос лекции, вопрос типа эссе. И здесь человек пишет, пишет формулирует цель и происходит совместное обсуждение формулирования цели. Вот. А потом после формулирования целей он представляет эту цель на форуме и пишет концепцию. Концепцию проекта это тоже элемент, который называется лекция. И здесь я бы уже говорил про то, что используют те шаблоны, которые в свое время взял компания Microsoft. И прямо здесь вот по разделам концепции. Раздел и текущая ситуация содержит тот или кто-то. И пользователь должен был здесь написать, писать текущую ситуацию. Потом он писать следующий раздел, следующий раздел. И так по всем разделам он, отвечая на такие краткие вопросы типа эссе, он формулирует концепцию своего проекта. И потом ее в рабочей тетради, где мы уже собирали, по окончательному виде и пишут отчет за две недели. Четвертая неделя называется структура работа проекта. Ее цель заключается в том, чтобы на основе формулированной цели и концепции создать структуру работ проекта. Здесь есть справка, что такое структура работ проекта. Как она премьеры, как она создается, как она выглядит, чего, почему. Признаки, на основании которых можно проверить, что она хорошо сформулирована. И после этого имеется элемент вот этот вот MindManager. То есть предлагается при графическом виде вот эту структуру работ создать. Тут у меня, кстати, приятных студентов говорил. Потестировать. Они туда же что-то или не могу продували, но еще пока ничего не сделали. Ну и все. Обзуждаем ее снова на форуме. Форум, как я сказал, как опрограммируется форум, я уже рассказал. И пишет нам отчет в 24-ю неделю. Пятая идея. Пятая идея это работа с экспертами и формирование команды. Поскольку будущему руководителю необходимо уметь общаться не только формировать команду, но и общаться с экспертами, то подготовлено два специальных задания на общение с экспертами. Это когда проходит шестая неделя. То есть пятая неделя это работа с экспертами. То есть создается какая-то команда проекта. И на шестой неделе структура работы переводится в расписание проектов. Здесь есть лекция, как превратить эротическую структуру работы в расписание проекта. Но задание такое. Для того, чтобы ее превратить в структуру работ, необходимо связаться с экспертами. И вот эта команда экспертов должна экспертным методом оценить деятельность нескольких работ. Это вот такая форма коллективного задания, коллективной работы. И для нее есть в предыдущем форуме для приватного общения. То есть предполагается, что он связывается с экспертами, задает им вопрос. И они совместно по той методике, которая здесь изложена, они совместно делают экспертные оценки для руководителя проекта. И он уже потом эти экспертные оценки использует при составлении расписания проекта. И на шестой неделе только впервые появляются программные продукты. Microsoft Project и Project Libre. Это в свободном распространении Project Libre. Это открытый проект, с которым можно инсталлировать и расписание проекта внести. Это как раз соответствует тому принципу, что я все-таки считаю, что надо сначала общие принципы, чтобы у человека было понимание в голове, а потом уже показывать ему, как какой-то конкретный продукт работает. У меня нет цели специально учить Nest Project, как он должен работать. Может быть это, конечно, какой-то минус, но тем не менее всего не охватишь, все не внестишь. И седьмая неделя называется бюджет и ресурсы проекта. Она также предназначена для того, чтобы получить законченный план управления проектами. Здесь тоже есть элемент лекция, в котором рассказывается, как это сделать. Тоже вопросы типа эссе. Точно также форум для приватного общения – это экспертная оценка для ресурсов. И точно также отчет за седьмую неделю. Причем я еще хотел сделать такую вещь, не знаю, насколько мне удалось, но в свое время, когда я был еще у Кухаренко, они там говорили о том, что мотивация у слушателей сильно падает. Вот где-то на две-третьих курса. И поэтому я постарался самые такие трудные, тяжелые задания дать в начале курса. А здесь вот такие задания уже, может быть, я считаю, что это задание покруче, полегче, чтобы не сильно нагружать в тот период, когда у человека падает мотивация. Ну и последняя восьмая неделя – это завершение курса. Здесь есть заключительный форум по курсу, лекция на тему того, как стартует и заканчивается проект. Снова еще раз самооценка руководителя. Требуется отчет за восьмую неделю и еще раз один отчет такого специфического вида, который называется постпроектный анализ. Постпроектный анализ – это тоже одна из, я считаю, принципиально важных моментов в управлении любого проекта, в реализации любого проекта. Это та рефлексия опыта, который человек получил. И по принципам, по профессиональным стандартам, по принципам управления проектами, любой опыт, который получается в этой сфере, он не должен пропасть. И для того, чтобы он не пропал, он должен быть отрефлексирован, должен быть записан, изложен в письменном виде и потом где-то дальше использоваться для дальнейшего. В общем, это вот все так по структуре курса. И осталось теперь поговорить про оценки и про компетенции. Про оценки можно поговорить следующим образом. Я уже говорил про показатели. Здесь есть такой элемент в меню «Категории элементы». И я их разделил по… Говорил, что каждый стандартный элемент оценивается по набору показателей. И вот здесь вот вы видите в этой категории элементов результаты. Значит, у меня есть категория «Воздействие и влияние», «Компетенция воздействие и влияние», в которую вошли несколько элементов. Вот здесь вот элемент вошел непрограммируемый, который у меня имеет идентификатор «7 форум», это форум на седьмой неделе и форум на пятой неделе. Это непрограммируемые элементы, которым я присвоил идентификатор. И благодаря идентификатору они появились в курсе, а потом их можно отнести в эту категорию, в «Компетенции». Дальше можно посмотреть ссылку, что это взялся за элемент. Это элемент, оказывается, самопрезентация. У нее есть показатель такой, в наборе показателей «Воздействие и влияние». Она вот здесь вот у нас показывается. Следующий момент в системе оценок. Я покажу его, опять же, в режиме редактирования. Я взял по каждой компетенции, вот, например, «Воздействие и влияние». Я из всего меню взял не сумму оценок, я взял медиану. Опять же, почему? Если кто-то знает мат-статистику, то медиана – это почти то же самое, что среднее значение, но только более устойчивое по отношению к выбросам. То есть, если мы возьмем три числа – один, два, три, сто, то среднее будет близко к 100, а медиана будет равна 2. То есть, она отличается устойчивостью и не реагирует вот на такие большие выбросы. И я посчитал, что компетенция каждая, она должна оцениваться по медиане оценок, то есть, по набору вот этих вот всех элементов и по оценкам, которые получены за каждый элемент, и из них браться какое-то вот такое устойчивое среднее. И оно должно, с моей точки зрения, как раз отражать вот эту компетенцию, состояние компетенции, которое есть у слушателя. Всего здесь вот таких вот категорий есть. Вот она – воздействие и влияние. Вот элементы, которые сюда вошли. Здесь следующая, мы говорили, ориентация на достижение. Вот элементы, которые сюда вошли. Вот здесь учебник, чтение учебника – это тоже непрограммируемый элемент. И я его тоже с помощью идентификатора сюда включил. Следующая – командная работа. А вот здесь вот с командной работой тут есть какие-то, мне кажется, проблемы в губе технические. Потому что я вот, например, если здесь у меня оценка по каждому элементу компетенции является оценкой, я использую качественную шкалу. То есть вот учебник, он почитал там, я беру для этого шкалу. Я не беру сумму баллов, я беру для этого шкалу обычную. Потому что она при подведении итогов более понятна слушателям. Мне кажется, что надо вообще исходить из того, что понятно слушателям. И если за каждый элемент я использую оценивание шкалу, то это будет более понятно слушателям. Но вот здесь вот мне не удалось. Здесь вот другая немножко шкала, мне не удалось это поправить. И тут у меня, видимо, какие-то есть ошибки, которые мы еще не смогли до конца устранить. Потому что я их пробовал, когда вот здесь вот поменять, у меня возникали какие-то сбои технические. Ну еще надо с этим-то разбираться. Вот, то есть следующие компетенции есть воздействие и влияние, ориентация на достижение, командная работа, аналитическое мышление, инициатива, трудоемкость. И вот общее, а, вот трудоемкость, это уже не компетенция, это общее, это общее оценка за все элементы. И, кстати говоря, она выведена на 100 баллов, причем это выводится совершенно элементарным образом, не как Татьяна Викторовна там подбирала веса. Здесь достаточно просто написать в качестве оценки, сейчас, секундочку, в качестве оценки достаточно сделать следующее, а, вот здесь вот надо. Надо взять средний взвешенный оценок, и тогда он их автоматически, Moodle их автоматически пересчитает на 100 баллов, и вот эта 100-бальная шкала, она сразу получится. Вот, и еще один момент, который, про который я говорил, что у меня вот трудоемкость оценена по 100-бальной шкале, а все остальные компетенции поставлен вес, равный нулю. Это как раз сделано для того, чтобы развязать, собственно, трудоемкость и уровень компетенции. То есть я считаю, что, ну, заявленный, это не самоцель, развивать какую-то компетенцию, потому что, например, чтобы развить дальше компетенцию и влияние, надо там, согласно этой книжке, уметь делать публичные выступления, а это уже, собственно, не специфика, может быть, даже, может быть, не специфика управления проектами, это, может, ну, надо каким-нибудь курсом артерского мастерства посетить или еще какие-то, поэтому я не считаю, что они, сумма компетенции должна определять какой-то итоговый уровень оценки. То есть уровень оценки вот определяется трудоемкостью, то есть человек прошел вот так вот курс и прошел, компетенции, какие он показал, такие и показал. Может быть, я, конечно, в чем-то и не прав, но так уж задумано. Вот, ну, собственно, и все. После этого все основные элементы курса я рассказал, компетенции, все, в общем, которые там тоже есть, я рассказал, поэтому дальше, не знаю, Юрий Николаевич, спрашивайте. Замечательно. Мне понравилось, у вас абсолютно авторский подход, авторское видение, это очень хорошо. Мне понравилось, как вы структурируете курс, планируете его по времени, по содержанию, по оформлению, и применяете четкие, краткие пояснения, цели, задачи, действия, все у вас понятно и логично. Вопрос первый. Работая с экспертами, вы используете элемент диалог. Но диалог, он механический, технологический, это общение только двух человек. А где же остальные? Или в качестве эксперта один спрашивает другую, экспертирует? Предполагается следующее, что задание такое, надо оценить, например, ответительность на какую-то работу. Для того, чтобы оценить ответительность работы, нужно использовать метод Дельфи, экспертной оценки. А специфика этого метода в том, что опросы экспертов производится анонимно. Руководитель проекта организует анонимный опрос экспертов, они им дают свои оценки, он их обрабатывает. Причем у него должно быть две группы, контрольная и опытная. И сравнивать, если они совпадают, или просто обрабатывает, берет статистику и проверяет, если распределение однородное, то не все эксперты ответили, и можно взять среднее. В этом сама методика предполагает такое разостороннее общение. Сексидологически, мне кажется, не очень удобно. С одним переговорил, связался, потом с другим переговорил. Может быть, применить... Семинар? Advanced Forum. Нет, не семинар. Advanced Forum. Там есть настройки размещения анонимных ответов. Но там, в качестве ответчиков, экспертов, могут быть абсолютно все или никто. Понимаете, вот есть свой минус. А в диалоге, в принципе, он обращается только к одному, потом к другому. И так, и так можно. Если вы говорите четко про метод эрифи, то там требуется, конечно, чтобы эксперты отвечали не замечательно друг от друга, и не смотрели ответы друг от друга. Тоже логично. Я ваш обыск понял, мне понравился ваш ответ, и ваш замысел, и ваше решение. Давайте посмотрим. Так, и вот по оценкам. По оценкам. Я понимаю, что надо еще отдельно изучить этот вопрос исследования. Откройте, пожалуйста, оценки. И вопрос такой. У вас там везде идет средняя. Где-то медиана. У меня с компетенцией идет медиана. Где-то средневзвешенная. Средневзвешенная один раз, она идет в трудоемкость. И то, она идет для того, чтобы мне вручную вот эти непроставлять баллы. Да. Вопрос такой. Средневзвешенная. Один обучаемый выполнил два задания, в среднем получил, к примеру, и 100 баллов 50. Может такое быть? Может быть, да. Другой выполнил все задания, все, и тоже получил 50 баллов средневзвешенной. Такое может быть? Теоретически может быть. Но практически по структуре это будет совряд ли. Потому что трудно, например, не написав концепцию проекта, трудно сделать структуру работ. А, то есть из-за условного доступа... Они даже не просто логически друг из друга не текают. Он должен пройти все пункты, чтобы дойти до конца, да? Да. А, вот так вы петлю это закрыли. Ну что ж, я думаю, вы блестяще рассказали. Все у вас... Мне понравилось. Я такого не видел. И мало кто такое видел. Такое... Интересное решение. Ну, если только убрать точки в заголовках, то я не вижу никаких замечаний. А, ну да. Норма контроля. Скоро я забыл. Я забыл про норма контроля. Да нет, все замечательно. Я просто наслаждался вашим сообщением. Думаю, коллегам оно понравится. Думаю, сейчас есть смысл поблагодарить вас за выделенное время. И будем считать, что это первая сессия. Это начало последующего детального обсуждения с нашими коллегами. Ну, и сигнал провести уже детально технологию оценивания. По контенту замечательно. Может быть, компетенции еще. То, что вы по вашему привели компетенции, они у вас действительно впервые, я вот вижу, впервые реализуются так, как положено. Что одна компетенция мобилизуется, достигается в нескольких видах деятельности. Точнее, в течение всего курса накапливается. Вот это очень интересно. Просто вот здорово. Что вы хотите еще дополнить? Да нет, я говорю, что для меня тут принципиально компетенции и система оценки. Да, вот такие вещи очень важные. Еще одна оригинальная деталь, мне очень понравилась. Вы в качестве задания используете элемент лекция, эссе. Да, мне вот это тоже понравилось. Пишут эссе, нормально. Я скажу, технологически-то даже легче, чем предлагать им стандартные. Задание в виде текста. Так, а в чем разница? Они могут переделать неправильно выполненную работу в этом? А, Юрий Николаевич, вот тут не совсем понятно, что тут очень неправильная работа. Вот, например, он не успешно выполнил. Ну, вот он не успешно определил. А что значит не успешно? Вы как, что ему ставите за это эссе? Оценку? Вот смотрите, я просто ставлю, что он выполнил и все. А, потому что содержательно, посмотрите, как она формулируется содержательно. Проект, название какое-то предназначен для целевой территории, заинтересованной в... Сезультатом выполнения является там то-то, который в отличие от существующего положения инкурентов обеспечит ключевое преимущество. Ну, вот он неправильно написал. Поленился, взял с интернета, содрал. Ну, бывает, крайний случай. Не выполнил. Не, я могу оценку не поставить за это. А, понятно. В элементе я могу сам оценки ставить. Понятно. А он как узнает, что ему надо переделать? А он, а у него здесь также есть форум, представляем цель проекта. Вот он на форуме сделал и представил на форуме. А в цели проекта эссе неправильно написано. Как он его переделает, поясните. Вот он написал, как он написал свою цель проекта, а потом выложил в форум. В форуме и пошла публичная критика. А, ну так вы ему все-таки ставите в лекции оценку за эссе? В лекции, да, за то, что он элемент выполнил. Как элемент. Я еще говорю, что, понимаете, здесь он выполнил как элемент, что-то сделал. А содержательно, это все-таки вопросы уже действительно комбетенции, и надо их по-другому осуществлять. Вот так. Тоже нормально. Понятно. Очень интересно. Очень интересно. Ну, что мы еще тут не... Что в семинарии? Он пишет стандартный текст на оценку. Да, не в семинарии, а... Вот в этом форуме? Нет, не в форуме. Ниже в конспекте. Концепция моего проекта. А, вот сначала он читает лекцию? Да. Это понятно. Лекция там тоже построена по этому же принципу. Да, да, да. В рабочей тетради что он пишет? Он потом входит все ответы лекции в одно. И еще раз их редактирует, и публикует, который в рабочей тетради. Откройте, что в рабочей. Там текстом пишет. Там текстом пишет. Хорошо. И на оценку получает выполнение задания. Понятно. Александр Николаевич, спасибо еще раз. Очень удачные у вас тут элементы графики. Про геймификацию пока не спрашиваю. Кстати, бейджики будете им выдавать? А, ну да. Она, кстати, дарит, забрала. Она бы бейджики где-то еще не делала. Ну, это уже понятно. С сертификатом разобрались? Нет, я жду. Пошли, где можно же мне. Очень удачно. Они по окончании. Какой критерий выдачи сертификата? Выполнение всех заданий. Я предполагировал, что он выполняет все задания, получает сертификатом. И написано, что прослушал на какой-то курс и показал уровень владения. Это какая-то компетенция, сколько? Такая, сколько? Такая, сколько? Замечательно. Ну, давайте сделаем тайм-аут. Подумаем, что скажут коллеги. Представим им на суд вашу работу. Я квалифицирую ваш результат как очень интересный, заслуживающий распространение. И в целом вижу, что вы успешно в итоге выйдете на очень интересный курс. Для повышения квалификации, для дополнения. Но это не то формальное повышение, а для саморазвития. Для студентов, для тех, кто работает, верно? Да. И ваш курс, в принципе, он предполагает единовременное, синхронное, календарное обучение некой группы? Или это можно делать в индивидуальном порядке? В любое время каждый идет сам по своему графику. Можно делать индивидуально. То есть у вас гибкий такой подход. Не надо тянуть, пока соберется группа. Появился желающий, и он приступил. Стоп, а у вас же там форумы. А, нет, там вот, на форуме, экспертная работа. Нет, значит, у вас все-таки синхронные. Нормально-то он так-то может обучаться, но лучше группу, чтобы она не работала. Понятно, понятно. Можно для вот такого несинхронного режима подумать, какие-то элементы заменить другими. Для самообучения, может быть, сертификат другое, может, он просто прослушал без подтверждения каких-то практик, да? Да, цель поставил, концепцию написал, структуру работу сделал. Ну и можно клонировать. Это типа можно просто убрать. Да, можно склонировать упрощенный некий вариант курса без групповой... Или можно чем-то другим просто заменить. Ну, просто понимаете, как это получится такой неполный, потому что проектная деятельность, она вот в принципе коллективная. Она в принципе коллективная. Хотя человек может, да, он может там какую-то, что-то такое задумать, какую-то концепцию написать, еще что-то. Но в принципе она коллективная по существу. Что-то не забыл еще, извините. А что у вас с видео вступлением получилось? А с видео вступлением я сделал этот через форму. Это на флэше? На флэше? Да. А на флэше, понимаете, я почему ее оставил? Потому что там с каждым слайдом прижата озвучка. Ну, а как она будет работать на мобильных устройствах? Честно говоря, я не знаю. Я вот это не это самое даже не проверял. Флэш-то не будет работать на айфонах, на айпадах, на андроидах. Придется скрутить ее в этот ютуб. Мне просто эта система айспринговская понравилась тем, что слайдом очень четко можно разрушку привязать. Это да. Здесь я согласен полностью. По-моему, еще ругают флэш там дыры, безопасность, войну объявили этому флэшу. А? Я что, не слышал про это? Подумайте. Ну, ладно. Перекрутить-то не проблема. Ну, конечно, не хочется терять ранее сделанное видео там замечательно, со звуком, со званием. Нет, я даже не думаю, что ранее сделано, а потому что мне понравилась сама разработка в этой... Я же не во флэшах, а айспринговая работаю. Ты берешь презентацию, там есть такой редактор, очень четко, как я же там слайду привязывается. Да, да, да. Вот это вот хорошо было. Да, я тоже думаю, что можно вам предложить, как это сделать. Но это уже в следующий раз. Да нет, не надо ничего предлагать, потому что я зашел в гугл диск, только выложил этот планшет, сразу мне предлагает сам перекрутить. Это понятно. Да что тут? Это понятно, но я же говорю про планшет, про мобильное устройство. У нас многих могут быть планшеты. И как тогда? Ну, я студент, сейчас они телефонами пользуются, да, стационарными компьютерами, а планшетам, что я не видел. Ну, да, это тоже есть, это тоже есть. Хотя вот мои студенты, они приносят, половину приносят планшеты. Хотя я их не прошу, у меня такой курс тоже весь, все электронные, с поддержкой. Они все приносят, тут же смотрят оценки. Ну, ладно, мы это как-нибудь еще проговорим, про презентацию, это же должно просматриваться, привлекать, что-то вы, как отдельную задачу, в следующий раз еще проговорим. Ладно, всех благ. Спасибо, что вы стараетесь, я сейчас это обработаю, покажу вам, как это все получится, сделаю постобработку в виде в Камтазии, и если вы одобрите, мы приставим на суд обсуждение наших коллег. Спасибо большое. До свидания.